Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. С 1 марта изменена схема утилизации отходов. Конечная цель – снизить тарифы. Это стало главной темой планерного совещания в мэрии. В Сочи отметят 100 дней до Кубка конфедераций. На курорте пройдут три основных мероприятия для жителей и гостей города. Задержан карманник. В общественном транспорте он украл кошелек с 5000 рублей, но далеко не ушел. В женский день уже шагает по стороне активисток. Собрали в зимнем театре, а вот автоледи были встречены цветочным патрулем. На Кубани определили самые инвестиционно привлекательные районы. Победителей рейтинга наградили Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов. В число лидеров вошли Краснодар, Новороссийск, а также Тимошевск, Денской и Белоглинские районы. На совещании глава региона также подвел итоги форума и поставил перед руководителями районов новые задачи. Подробнее расскажут наши краснодарские коллеги. В Большом зале администрации все, от кого напрямую зависит инвестиционный климат в регионе. Рядом с руководителями районов и краевыми министрами – бизнесмены и банкиры. Всего неделю назад регион смог привлечь инвестиции в 140 миллиардов рублей, заключив на Сочинском форуме 210 соглашений. Но времени смаковать эту победу нет. Губернатор Вениамин Кондратьев ставит новую задачу – увеличить в этом году доходы казны как минимум на 5%. И отразиться это должно не только на бумаге. Не нужно говорить о больших цифрах, если люди вокруг себя не будут видеть результаты нашей экономики. Всем говорю. То есть не нужно нервировать людей. Если мы говорим о росте, значит они должны этот рост вокруг себя ощущать как-то. Потому что в противном случае это будет профанация или болтовня. Поэтому давайте четко ориентироваться в первую очередь, конечно, и на рост экономики, но и на рост благосостояния конкретного жителя нашего края. И в этом вопросе немаловажную роль отводят подписанным соглашением в дни форума. Они должны превратиться в действующие предприятия. А значит в крае будут созданы дополнительные рабочие места. Множество протоколов в сфере инвестиций касаются модернизации уже существующих предприятий. Так есть успешные примеры. В Успенском районе будет переоборудован сахарный завод. Продолжится расширение Абинского металлургического завода. В Туапсе будет произведена реконструкция пансионата. Все больше инвестировать в экономику региона хотят местные бизнесмены. Но иногда они не могут даже пробиться на собственный рынок. С такой проблемой столкнулись кубанские садоводы. Выращенные яблоки не удается быстро сбыть в магазине. Охранить урожай негде. Кубань произвела в прошлом году грубо 330 тысяч тонн яблок. Холодильников у нас на Кубани грубо 135 тысяч тонн. То есть, грубо 200 тысяч тонн мы, садоводы, должны сбросить, давайте говорить откровенно, в первые два месяца. Еще один нюанс. Неоднократно общался с представителями сетевиков. Сложно, очень сложно идет процесс внедрения нашей продукции на рынке сетей. Надо двусторонне действовать. Мы готовы максимально помогать открывать вам двери. Но вы тоже должны, в данном случае, и, может быть, кооперироваться. Это как вариант. Сбрасываться, обвиняться и строить холодильники. А дальше, когда вы скоперируетесь, обвинетесь, нам проще будет помогать вам и с лимитами, и с деньгами совсем на свете. А когда каждый по себе разрозненный, сложно нам сегодня будет эту отрасль, по вашему счету, вытаскивать. Поддерживать власти готовы и крупные, и малый бизнес. В качестве мотивации вложить деньги в развитие предприятий Кубани, предоставление налоговых льгот. В феврале кубанские парламентарии приняли соответствующий закон. Все, кто просит налоговые льготы, в соответствии с этим законом, будет посчитана экономическая эффективность для территории. Работает предприятие в этих рамках, выполняет поставленные задачи, получает соответствующую прибыль, льготы будет получать. Позицию полностью разделяет Вениамин Кондратьев. По поручению главы региона было пересмотрено распределение субсидий на развитие бизнеса. Субсидии, как они вчера выдавались, просто возьми на безвозвязной основе и ни за что не отвечай. Так не годится и так не будет. Тот, кто не умеет зарабатывать, он не должен деньги из бюджета и изначально получать. А если умеет, тогда возьми микрозайм под дешевые проценты и верни. То же самое, что мы говорим о сельском хозяйстве. Субсидии, которые идут на затраты, нам нужно субсидии на развитие давать. Есть субъекты экономики, в каждом районе они есть. И поэтому давайте ориентироваться на этих субъектах, на этих единственных инициативных людей, сильных людей, волевых людей, которые умеют зарабатывать и для себя, и для всего населенного пункта, по большому счету. Вот они и сделают экономику. И районы, и остаются хутора и Кубани в целом. Такие люди есть в каждом муниципалитете, уверен губернатор. И будут ли они развивать свой бизнес в родном крае, это уже задача руководителей районов. Главное – грамотно распорядиться имеющимися ресурсами. И доказательство этому итоги инвест-рейтинга. В пятерке лучших не только столица Кубани, но и сельские территории. Безусловно, темпы роста налицо. Они выражены у нас в целом в поступлениях в консолидированный бюджет Краснорского края, который составляли за прошлый год почти 70 миллиардов рублей. Плюс ко всему, конечно же, объем привлеченных инвестиций. Пять лет, мы в пятерке лучших муниципальных образованиях. Но мы хотим, конечно, в тройку попасть, соответственно, как спортсмены. Инвестиционные проекты, которые мы заключили в Сочи, они практически больше 50% используются на территории района. Мы находимся на стыке трех регионов – Ростовского области, Старопольского края и Краснодарского. Это есть плюс. Плюс в том, что район сельскохозяйственный. И почему? Потому что в период кризиса, в период, когда некоторые крупные промышленные предприятия пробуксовывают, у нас стабильно работают наши сельхозпредприятия. Краснодарский край уже много лет привлекает больше половины инвестиций на юге страны. И именно от работы на местах зависит, сумеет ли регион удержать эти позиции. Мария Крошина, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. С 1 марта изменена схема утилизации отходов. Конечная цель преобразований – снизить тарифы на вывоз мусора. Для этого городской администрации будут приняты все меры. Это стала главной темой сегодняшнего планерного совещания в мэрии. Первый и самый важный шаг уже сделан. Об этом Татьяна Говоркова. Сейчас для Сочи важно разработать стратегию развития. И мэрия активно работает над ее реализацией. Прошедший российский инвестиционный форум показал, в этом году представлено меньше проектов, но все они экономически обоснованы и интересны инвесторам. В Сочи скоро приступят к строительству крытого аквапарка и развлекательного центра с ипподромом. К следующему форуму курорт представит еще один объект – гольф-клуб в селе Красная Воля. Такие проекты будут не только интересны туристам, но и сочинцам в плане новых рабочих мест. Кстати, только с начала этого года в Сочи добавились 2000 новых вакансий из пяти по всему краю. Успехи Сочи отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Город привлек максимальное количество частных инвестиций, что будет способствовать его стратегическому развитию. Государственных инвестиций в таком количестве, как у нас было во время подготовки к Олимпийским играм, уже не будет никогда. Ну и наша задача – развивать как раз частные инвестиции. Для нас главное – это инвестировать в те объекты, которые нужны городу. И губернатор края к этому относится с пониманием. Отныне объекты строительства в городе смогут появляться исключительно в предусмотренных и утвержденных местах, подчеркнул Анатолий Пахомов. Их предпочтительными будут социальные, а жилые – только с учетом необходимой инфраструктуры, обязательства застройщика провести сети и возвести детский сад, школу и поликлинику. Обсудили на планерке и вопрос, узаконенных несколько лет назад судом-домах. Госпошнадзоры, сотрудники мэрии промониторят их на предмет соблюдения пожарной безопасности с принуждением собственников привести свои объекты в порядок. Обсудили еще одну важную для курорта тему – вывоз мусора. Мусоросортировочный завод почти год не выполняет свои прямые обязательства по вывозу отходов. Ситуация, в которую завело город это предприятие, стала темой многочисленных спекуляций. Тарифы на курорте за эти услуги – самые высокие в регионе. Кроме того, и власти города неоднократно выделяли из бюджета средства на помощь бизнесу, чтобы решить эту проблему. Тем не менее, несмотря на судебные решения, обязывающие вывезти мусор, не исполнены. 28 февраля администрация прекратила отношения с мусоросортировочным заводом и забрала САХ под свое управление. С первого числа управлением САХ занимается администрация города Сочи, назначена временно исполняющая руководитель. А кто временно исполняющий? Временно исполняющий Нагаев Дмитрий. Сейчас спецавтохозяйство вывозит все полностью. Центральную часть всех районов, именно подчеркиваю, центральную часть всех районов зачистили. У нас на площадке сегодня 100 тонн невывезенного, но стремимся и в течение 4-5 дней наладим работу так, что к концу дня, на утро, все, что завезли, все вывезли. Мусоросортировочный завод теперь исключен из системы утилизации отходов. Мусор будет вывозиться напрямую на полигоны края, в частности, в Белореченск. В итоге это позволит сократить тарифы. Руководители мусоросортировочного завода, в свою очередь, не хотят лишиться такого прибыльного бизнеса и предпринимают попытки сохранить свою кабальную для города и жителей схему. Но такие методы работы, когда услуги оплачиваются, а не реализуются, безусловно, никого не устраивают. В первую очередь, самих сочинцев. К слову, не стоит забывать о необходимости заботиться о чистоте улиц и придомовых территорий также управляющим компаниям и самим жителям. Тем более, что курорт сейчас готовится к еще одному важному событию – Кубку конфедераций. В ближайшие два месяца по распоряжению губернатора объявлены периодами наведения порядка в муниципалитетах. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. 9 марта в Сочи отметят 100 дней до Кубка конфедерации. На курорте пройдут три основных мероприятия для жителей и гостей города. В 14 часов в Олимпийском парке у Ледяного Куба состоится футбольный матч ветеранов спорта Сочи и Абхазии. И назначение четвертого посла Сочи как города-организатора чемпионата мира по футболу. Им станет Евгений Ловчев, советский футболист, заслуженный мастер спорта. Комментатор матча Сергей Крылов. В школах утром проведут футбольный урок, а в дельфинарии парка Ривьера состоится захватывающий матч черноморских дельфинов против зрителей. Напомню, в июне в Сочи в рамках Кубка конфедерации пройдут три отборочных матча и один полуфинал. 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, а 25 июня Германия и Камерун. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня. Шанс попасть в Сочи есть и у России, если наша сборная займет второе место в своей группе А. В Сочи в этом году отремонтируют почти 100 дорог. Глава города Анатолий Пахомов на эту тему провел совещание. В конце прошлого года мэру Сочи удалось договориться с краевыми властями о выделении курорту на ремонт дорог более полумиллиарда рублей. В первом полугодии отремонтируют 46 улиц в разных районах Сочи. На это будет выделено 251 миллион рублей. Список улиц, которые подлежат ремонту, размещен на сайте мэрии. Впрочем, некоторые районные администрации уже ремонтируют дороги своими силами. Мы ремонтируем улицу Победу, мы подняли все люки, заасфальтировали на Победе. Колораж, ямы заасфальтировали. Сейчас от суда до восхода Победу ремонтируем, правую сторону всю разрыли. И колораж к морю ремонтируем дорогу. Как заверяют в администрации, к началу пляжного сезона первый этап ремонтных работ будет завершен. Более 550 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт дорог. И таким образом мы планируем, что более 96 дорог города будет капитально отремонтировано. Это достаточно большое количество улиц. И это уже межквартальные улицы в селах. На второе полугодие запланировано вложить в ремонт дорог 300 миллионов рублей. Таким образом, к концу года завершится ремонт 96 улиц курорта. И это не считая ямочного ремонта, на который с городского бюджета выделяется еще 36 миллионов рублей. Но глава города заверил, что при необходимости средства могут быть добавлены. Ямочный ремонт массово планируют провести в апреле. Елена Всецна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочинские полицейские задержали вора-карманника на месте преступления. В общественном транспорте похищенный кошелек, в котором находилось 5000 рублей, изъяли и вернули законной владелице. Задержали карманника с поличным прямо в маршрутке. 22-летний житель сопредельного региона вытащил из сумочки женщины портманы и положил его себе в карман. Как все произошло, вор продемонстрировал во время следственного эксперимента. А соответственно, сознался в содеянном. Вы сожалеете о содеянном? Да. Сколько денег украли? На что потратили? Не успел потратить. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое и, скажем так, специализировался на карманных кражах. В настоящее время он взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком на 5 лет. А горожан и гостей курорта полицейские предупреждают. Весной просыпается не только природа, но и преступники. Внимательными нужно быть и в общественном транспорте, где карманники специально создают толчую и очереди при входе в автобус. 7 марта как репетиция женского международного дня. Сегодня мужчины поздравляют своих прекрасных коллег и тех, с кем не увидятся в праздник. Торжественный концерт в честь 8 марта прошел сегодня в Краснодаре. Прекрасных дам пригласили со всего края. В руках тюльпаны, в глазах огонь. В преддверии 8 марта на входе музыкального театра мужчины не пропускают ни одну даму. Каждой по букету весенних цветов. Таких букетиков ровно 1250 по количеству приглашенных на праздничный концерт. Сегодня эту часть прекрасной половины не стали задерживать в офисах и кабинетах. Эмоции переполняют, потому что возраст, в общем-то, для женщины это не помеха. Всегда радуешься весне, всегда радуешься солнцу, всегда радуешься празднику. Поэтому всегда счастлив. Каждая женщина хочет внимания, прежде всего, искреннего, от всего сердца. Это дороже любых подарков. Ну, подарки, конечно, тоже. Кто-то все-таки вспоминал о происхождении праздника, когда в 1857 году в Нью-Йорке за равноправные условия труда бастовали работницы легкой промышленности. Но куда приятнее говорить об этом с букетом цветов от мужчин, уступивших перед напором дам. Я женский день воспринимаю как день гендерного равенства мужчин и женщин. Как женщина, которая получила право быть руководителем на работу и так далее. Ну и, конечно, это внимание семьи, мужа, детей к тебе как женщине. Я люблю этот праздник. Уже со сцены поздравления звучат не только тем, кто пришел на концерт, но всем женщинам. Ведь именно слабый пол делает мужчину сильным, признается губернатор. Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края не скрывают своих эмоций. Говорить спасибо прекрасной половине человечества можно бесконечно. Вы свое женское сердце и душу вложили в своих детей. И сегодня в станице район, край, да и страна может ими гордиться. Для нас очень важно, что в нашей жизни есть не просто женщина, есть друг, есть помощник. В женских глазах я вижу огромную поддержку, терпение и доброту. А женщины судят о том, как у нее в доме. У нас в нашем огромном, большом доме под названием Кубань, благодаря вам все ладно. Кубань живет и процветает. Спасибо вам за это огромное и еще раз праздник. АПЛОДИСМЕНТЫ Только в вашем присутствии для мужчины жизнь имеет смысл. Только вот ваше присутствие сподвигает мужчин на то, чтобы творить, производить, делать. Все это делается ради вас, ради самой лучшей половины человечества. Я хочу от имени депутатов законодательного собрания и от себя поздравить вас всех с этим замечательным праздником. Поздравления продолжились праздничным концертом. На сцене выступали лучшие творческие коллективы Кубани. Шоу готовили специально к этому дню. А на выходе каждая дама могла почувствовать себя моделью. Профессиональная фотосессия на память. Ну а мужчин остались самые напряженные часы. Поиски подарков и сутки на решение неразрешимой задачи. Чего она все-таки хочет? Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. А в Сочи женщин пригласили в Зимний театр. Самых активных сотрудниц городских предприятий приветствовал глава курорта. От имени мужчин нашего города поздравляю вас с международным женским днем 8 марта. С благодарностью ко всем женщинам Сочи обратился глава города Анатолий Пахомов. Он отметил те достижения, которые курортный город сделал за последнее время и, конечно же, не без участия прекрасной половины человечества. Вы для нас источник тепла и радости, воплощения добра и совершенства. Мы благодарны вам за вашу заботу и любовь. С праздником вас счастья, здоровья, благополучия и успехов. Пусть в вашей жизни всегда будет море цветов и улыбок. Уверен, что завтра так оно и будет. Спасибо. С праздником вас. Большинство женщин, помимо того, что являются прекрасными женами и мамами, стараются лидировать в той сфере, где трудятся. Лучших актилистов производства, проработавших свыше 25 лет, сегодня награждали знаком почета за трудовые успехи на благо города. Непередаваемое чувство в данный момент, во всяком случае. Очень волнительно и приятно. Очень волнительно, да, и приятно. Приятно было, конечно. Страшновато первый раз, но приятно. Ну, праздник. Праздник весны, любви, счастья. Ну а биг-бенд Сочи выразил свое отношение к приглашенным дамам через музыкальные произведения. И сегодня же глава Сочи Анатолий Пахомов поздравил всех жительниц курорта с наступающим международным женским днем. Милые дамы, от имени всех мужчин нашего города поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник приходится на первые весенние дни. Весна – это пробуждение новой жизни, это начало нового пути. Я не ошибусь, если скажу, что именно от вас во многом зависит благополучие нашего города. В важнейших для Сочи отраслях, санаторно-курортной, в образовании, здравоохранении работают тысячи женщин. Вы вносите огромный вклад в развитие курорта, в его будущее. Каждая из вас – хранительница домашнего очага, жена, сестра, мать. Вы для нас – источник света и вдохновения, воплощения добра и совершенства. Вами гордятся ваши мужья и дети, отцы и братья. От всей души, от всего сердца желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть ваша жизнь будет яркой и насыщенной. Пусть она будет наполнена цветами и улыбками. С праздником вас, дорогие соченки! С наступающим праздником поздравили женщины в Лазаревском. В зал Центра национальных культур пригласили наиболее активных жительниц района. Председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов вместе с депутатами и сотрудниками районной администрации вручили поздравительные адреса почти 90 женщинам. Каждую поблагодарили за активную гражданскую позицию, большую общественную деятельность, профессионализм и преданность своей профессии. Затем для виновниц торжества концерт устроили лучшие творческие коллективы и солисты. А сочинских автоледи с утра на дорогах поджидал цветочный патруль. Сотрудники ГАИ поздравили прекрасную половину автомобилистов с наступающим 8 марта. Сегодня традиционная проверка документов у женщин-водителей заканчивалась иначе, чем у мужчин. Такую реакцию на сотрудников ГАИ можно увидеть лишь раз в году и в честь Международного женского дня. Праздничная мартовская акция для дорожных полицейских уже традиция. Происходит все во время планового рейда, а также на постах дорожно-патрульной службы. Сотрудники госавтоинспекции в обычном режиме проверяют соблюдение правил дорожного движения. Но целенаправленно останавливают машину, за рулем которых женщины. Правда, делают это исключительно из добрых побуждений, чтобы подарить цветы и весеннее настроение в преддверии 8 марта. Первая мысль, которая приходит в голову, ну что же я наделала? Наверное, где-то что-то нарушила. Спасибо, очень приятно, неожиданно. Весьма удивительно, я думала, что сейчас опять что-то нарушила. Как всегда. Приятно, очень спасибо большое. На самом деле уже стала рыться в документах, искать все. Вот, очень приятно, спасибо. Это действительно на весь день настроение. Это очень неожиданно. Первый раз у нас такое. Никогда меня не останавливает. Удивило звучит. Меня останавливает. Потому что я здесь езжу каждый день. Спасибо. Конечно, неожиданно. Меня никогда не останавливает. А тут вдруг. Я поздравляю с 8 марта наступающим. Поздравления и комплименты в виде цветов вместо привычного предъявить и документы некоторых милых дам приводили даже в ступор. Кто-то пугался, кто-то удивлялся. Но, судя по улыбкам в ответ полицейским, такой знак внимания сочинским автоледи был крайне приятен. Благодарность они обещали быть внимательными на дорогах и не нарушать ПДД. Хочу поздравить всех наших девушек, женщин, от себя лично, от лица госавтоинспекции с этим праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, исполнения желаний, любви, счастья и безопасности на дорогах. К слову, те, кого так боятся на дорогах, мужчины стали полноправными участницами дорожного движения. И с каждым годом женщин-водителей становится все больше. Поэтому в следующем году цветочный патруль заготовит еще больше тюльпанов. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинские школьники посетили Кубанский юридический колледж. Там прошел день открытых дверей. Будущие абитуриенты смогли узнать о специальностях и о новых правилах поступления в этом году. День открытых дверей – это яркое путешествие в мир актуальных профессий. Главная новость Кубанского юридического колледжа – это получение финансирования из краевого бюджета и открытие новых специальностей – программирование в компьютерных системах и информационная безопасность автоматизированных систем. На весь период учебы студенты получают отсрочку от службы в армии, а по окончанию государственный – диплом юриста. Сейчас в колледже обучаются более 400 студентов. Многие преподаватели имеют ученую степень, высшую категорию и награды. Кубанский юридический колледж позаботился о получении его выпускниками высшего образования, заключил договоры с лучшими университетами. Уточнить подробности можно в самом колледже по адресу улица Горького, 87, корпус 5, телефон 257-57-11. 9 и 10 марта в Сочи состоятся всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах. Среди мужчин и женщин в турнире примут участие все российские спортсмены мировой величины. Соревнования пройдут в Федеральном центре единоборств «Югспорт». На дорожке выйдут двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Татьяна Лагунова, а также Виолетта Колобова и Любовь Шутова, которые в составе команды вместе с Лагуновой завоевали бронзовые медали Рио. Также чемпионки мира и Европы Яна Зверева, Татьяна Гудкова, Татьяна Андрюшина и другие ведущие российские шпажистки. Мужская шпага будет представлена сильнейшими фехтовальщиками страны, среди которых призеры чемпионатов мира и Европы, многократные победители этапов Кубка мира и турниров серии Гран-при. Сергей Ходас, Павел Сухов и Вадим Анохин, лидер всероссийского рейтинга «Москвич» Никита Глазков. Турнир имеет серьезное значение при отборе в сборную команду России для выступления на главных стартах сезона – чемпионатах Европы и мира. Начало соревнований в 11 часов. Финал запланирован на 16.00. Вход на соревнования 9 и 10 марта свободный. Все новости уже на нашем сайте fkt.com В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.